МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заседание областного Акимата прошло 13 марта. До начала обсуждения главных вопросов повестки дня Кумар Аксакалов представил коллегам, исполняющего обязанности главы управления энергетики и ЖКХ Андрея Калиничева. Андрей Вадимович Бармутович, родился в 1969 году по специальности инженер-теплоэнергетик. До настоящего назначения трудился в Центрально-Азиатской электроэнергетической корпорации. После о социально-экономическом развитии области. По данным статистиков, выросли объемы производства в обрабатывающей промышленности. Больше стали выпускать продуктов питания, а в горнодобывающей и машиностроении, наоборот, меньше. Есть неудовлетворительные показатели и в сельском хозяйстве. Рост валового выпуска за январь-февраль текущего года отмечен в 11 районах области. Снижение допущено в Мамлюцком районе на 13,4%. За счет снижения забоя мяса в хозяйствах населения на 20%, в крестьянских хозяйствах на 7,8%. Снижение молока в хозяйствах населения на 15,3% и производство яиц на 32,9%. Мамлюцкий район не успевает по многим показателям. Почему, интересуется глава региона. По словам Акима района, на мукомольном кабинете было мало заказов, поэтому производство упало. Жастлег Сыздыков заверяет, с главой предприятия встретился и поговорил. Не так только пригласил, поговорил и дал поручение. Этого знает, он не работает. А нужно вместе с каждым предпринимателем рассматривать его схему продвижения на рынок, его перспективу. Смотрите, вы что-то долго втягиваетесь в должность Акима. Если я буду слышать непонятный ответ, обратно пойдете на свое место. Аким Таньшинского района Владимир Дудов снижение производства мяса и молока оправдал тем, что еще не все коровы отелились. Кумар Аксакалов отмечает, если есть проблема, о ней нужно говорить, а не придумывать отговорки. Что касается инвестиций, то с начала года привлечь удалось только бюджетные средства. Задание всем районам – искать частные. В прошлом году уровень более 5 миллиардов, наверное, мы не сможем в этом платить. Где-то до 4,5. В прошлом году больше все техники было приобретено. Задача стоит еще перед нами, перед всеми. Работать лучше по всем показателям, прежде всего, это инвестиции. Поэтому, Владимир Дудович, это ваш вопрос. Вашего менеджмента, ваших управленческих способностей, организаторских способностей, как руководителя. В целом, за два месяца 2018-го социально-экономические показатели области хорошие, отмечает Кумар Аксакалов. Но все же на фоне республиканских их нужно улучшать. Еще один горячий вопрос – поднятие цен. В Северном Казахстане подорожали тарифы ЖКХ, услуги, медикаменты, одежда. А стоимость продуктов питания, как оказалось, на севере страны растет быстрее, чем в республике. Сложившийся уровень цен на рис, масло подсолнечное, огурцы, помидоры обусловлены высокими затратами на логистику. А также отразилась сезонность. Работа по ценовому регулированию ведется слабо, отмечает Кумар Аксакалов. Контролировать ситуацию на рынках акимы районов должны каждый день. В районах на некоторые продукты питания дороже, чем в городе. Там же производится, но там дороже. Район Макжана-Жумабаева. Молоко стоит 228 тенге за литр, в городе 186. Масло сливочное – 2195, в городе 1850. На заседании у акимов районов были другие данные. Почти каждый заверяет – цены ниже. Однако о стоимости продуктов питания в областное управление предпринимательства они сообщали сами. Что касается необоснованного роста, то здесь можно применять штрафы. Первый раз – 400 тысяч тенге. Второй раз – в два раза больше. Кто применил сегодня такую меру? Комитету по регулированию естественных монополий по факту разобраться. Дайте всю информацию по всем. В том числе и медицинские учреждения, как вы это называли. В том числе и у монополистов. Еще раз проверьте. Доходы и расходы. Как исполняется местный бюджет – второй вопрос. Значимых проблем пока нет, говорит Наталья Дышкант. За два месяца в управлении здравоохранения, строительства, ДВД, районе Макжана-Жумабаева, Тимирязевска, Макжарском и Таньшинском не успели освоить средства. Вы знаете, что по итогам года 2017-го за неисполнение бюджетов были привлечены к ответственности 7 государственных служащих, в том числе два Акима района и руководителей управления. Если по итогам первого квартала будет неосвоение, также вносите представление о наложении соответствующей дисциплинарной ответственности. Если эти факты будут повторяться по этим управлениям или по этим Акиматам, то вопрос будет стоять о несоответствии занимаемой должности. С 15 марта в регионе начнут отмечать наурыз. Уже подготовлена праздничная программа. Определены площадки, будут украшены здания. В Петропавловске встречать весну будут на четырех основных площадках и во дворах. Кумар Аксакалов говорит о необходимости интерактива, чтобы жители региона были не просто зрителями праздника, а его участниками. Нужно организационно быть готовым. Наверняка нужно людей подготовить, волонтеры должны быть подготовлены, это числа молодежи. То есть вот наша проблема в том, что мы просто стоим и наблюдаем за какими-то процессами. И очень мало вовлеченности. Оказать внимание многодетным семьям и инвалидам нужно 20 марта. А еще Кумар Аксакалов предложил сделать этот день коротким. И после обеда отметить наурыз в трудовых коллективах. Заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошло в Петропавловске. Это зимой на севере Казахстана почти не было осадков. Высота снежного покрова по области максимум 27 сантиметров. Это почти вдвое меньше, чем в 2017. А запаса влаги меньше в 2,5 раза. Но это не значит, что весной нам не стоит бояться большой воды. Главную угрозу представляет промерзший грунт. Глубина промерзания на 14 марта колеблется по области от 107 и более 150 сантиметров. Что повлияет на снижение фильтрации влаги в почву и увеличение объемов стоков русла реки Исиль и понижение земной поверхности. Нужно учитывать и состояние гидроузлов. Сергеевский заполнен на 92%. Уровень воды там на 14 сантиметров меньше, чем в 2017. На Петропавловском ниже на 4 сантиметра, а наполняемость 88%. Шарыгское водохранилище по-прежнему в аварийном состоянии. Усугубить ситуацию может надвигающийся циклон. Во второй половине марта обещают много осадков. Снег и дождь при минусовой температуре. А к 20 числам местами потеплеет до плюс трех. В прошлом году на уровне премьер-министра вопрос ставился об обеспечении необходимой аппаратурой для составления более точных прогнозов. В этом году приобретаются радары у нас, но это еще пока на стадии приобретения. На территории нашей области устанавливают навигацию. Которая будет позволять нам как минимум за неделю с вероятностью 90% прогнозировать, какая погода будет складываться в эти ближайшие дни. Приобретенное оборудование как раз таки нам позволит более точно наши действия координировать. В начале марта ЧАЭСники выезжали в районы и проверяли обстановку. В арсенале у них почти 1000 единиц техники, 207 мотопомп, 23 насоса. Заготовили свыше 72 тысяч тонн инертных материалов, 34,5 тысячи мешков и 114 тонн топлива. Мы должны быть ко всему готовы, к любому варианту сценария. Все мотопомпы, если есть угроза того, что возможно будет не хватать, скажите, мы дополнительно купим необходимое количество. У меня сейчас должна быть 100% готовность. Через 2-3 дня я вас все проверю сам еще лично. В любой момент готовы прийти на помощь 255 спасателей, 362 полицейских и 60 бойцов военного института. Если понадобится подмога, дополнительно привлекут еще около 300 специалистов из соседних регионов. А пока работать нужно и с населением, говорит глава области. Предупреждать о возможной опасности и убеждать в необходимости эвакуации. Люди не верят, что вода придет. Сидят до последнего. Я в прошлом году тоже сколько ночами проходили по всем этим домам, стучали, поднимали людей для того, чтобы они переселялись. Говорят, нет, мы отсюда не пойдем. Нельзя так безответственно относиться к своему здоровью, жизни. В зоне риска 4 района. Их руководители приехали, чтобы отчитаться о проделанной работе. К примеру, в Таньшинском в этом году вода может прийти в 7 сел. В селах Доброжановка Красная Поляна установлены через дорогу водопропускные трубы диаметром 650 миллиметров. В селах Макашевка, Обуховка, Келеровка укреплены действующие земляные валы протяженностью 500, 500 и 2000 метров. Соответственно, в Обуховке дополнительно установлена водопропускная труба. Если из Чаглинского водохранилища сбросят воду, она может смыть дороги из села Заречная и Тендык, говорит Владимир Дудов. Под угрозой также и Кызылжарский район. В зоне потопления 19 населенных пунктов. Вода может прийти в 142 дома. В них живут больше 1200 человек. На предотвращение и борьбу с паводком здесь потратят 25 миллионов тенге. Каждый год топит и жители района Шалакына. Там не дает покоя озеро Малый Тарангул. Сейчас его уровень на 20 сантиметров ниже, чем в прошлом году. Мы ждать не можем, уже воду качать начали. У нас две мото-помпы работают в круглосуточном режиме. У нас там вахтовка стоит, два человека закреплены. Сам я каждый день езжу, заместители ездят. Ситуацию мы на ежедневном контроле у нас. В прошлом году из-за большой воды в районе Шалакына погибли 55 лошадей. Впредь такого допускать нельзя, говорит глава региона. От свободного выпаса скота на это время нужно отказаться. Пострадать от паводка могут и мамлючане. Особое внимание нужно уделить рабочему поселку. Вода с леса приходит, наполняет озеро и крайние дома, крайние улицы подвержены подтоплению. На сегодняшний день там уровень низкий в озере, но тем не менее работа проведена. Особенно сосы стоят, каналы прочищены. Большую беду в прошлом году наводнение принесло и в Петропавловск. Пострадали десятки домов в поселках Кожевины, Заречный, Мичурино. В этом году такого не допустят, говорит градоначальник. Топливо и инертные материалы заготовлены. Ливневки прочищены. В прошедшем году была проведена работа по реконструкции дамбы в поселке Кожзавод в протяженностью 3,1 километра, которая в этом году существенным образом минимизирует риски подтопления данного поселка. С 20 марта североказахстанцы должны перейти на режим повышенной готовности, говорит глава региона и дает поручение. Какимом районов города Петропавловска до 20 марта обеспечить проведение всех необходимых мероприятий, которые мы запланировали с населением, со всеми организациями, по очистке снега, сбросных канав, ливнестоков, водопропастных труб на автодорогах области. Необходимо проведение мероприятий по очернению. Сегодня эта работа идет, надо усилить и обеспечить связь с коллегами с Российской Федерации. А в областном ДЧС с 20 марта начнет работать противопаводковый штаб. В целом на ликвидацию и предупреждение наводнений в регионе за последние два года потратили больше 4,5 миллиардов тенге. В областном Акимате встречали столичных гостей. В зале собрались педагоги. Побеседовать с ними приезжала председатель правления Назарбаев интеллектуальных школ Куляш Шамшидинова. Ее приветствовал глава региона. Первому в Казахстане такому учебному заведению уже 10 лет. Открытие в регионах НИШ позволило тысячам ребят получить качественное образование, отмечает глава региона. Очень отрадно то, что с каждым годом детей, которые хотят учиться в стенах Назарбаев интеллектуальных школах, конечно же, с каждым годом все больше и больше. Это самое главное, что система работает. У нас 597 детей, из них 35% это дети сельской местности. И мы знаем, насколько сегодня огромное желание. Мы видим, что ответственность, которая возлагается в целом на Назарбаев интеллектуальные школы, она очень высока. Спасибо за хорошую оценку деятельности Назарбаев интеллектуальных школ в Петропавловске. Я думаю, что задача сегодня поднять уровень наших общеобразовательных школ именно в подаче качественного образования. Потому что достояние страны, богатство страны это человеческий капитал. Мир меняется, совершенствуются технологии, появляется новая информация. Это требует и другого содержания образования. Систему обучения необходимо обновить, отмечает Коля Шамшидинова. Теперь мало просто давать базовые знания. Первая задача – это постоянное совершенствование трех вещей, которые важны в школе. Это содержание образования, которое должно быть направлено на STEM-образование, на интегрирование содержания предметов, на практикоориентированное образование. Второе – это система оценивания. Мы должны понимать, что оценка – это не самоцель. Оценка – не ценность, ценность – обучение. Упор на IT-технологии, изучение языков. К слову, в ниш задумываются о введении уже двух иностранных. Но нельзя забывать и о культурном воспитании молодежи, отмечает Куляш Шамшидинова. Здесь важно подготовить квалифицированных специалистов. С переходом на обновленку тысячи педагогов прошли курсы. Для каждой школы подготовили компетентных тренеров. Готовы помогать и Назарбаев интеллектуальные. Североказахстанские учителя с коллегами из НИШ работают давно. Они проводят и семинары для педагогов, и показывают открытые уроки. Сегодня еще есть некоторое недопонимание у родителей по переходу на обновленку. Мы над этим работаем. Есть проблемы, допустим, переподготовки педагогов, потому что коллективы в основном возрастные. У нас три тренерские группы работают по повышению квалификации учителей. Это дает определенные результаты. И первые и вторые классы у нас идут уже в привычном ритме, по обновленке. И особых проблем той же безоценочной системе, которая вызывала много нареканий, не вызывает. Сложнее с пятыми и седьмыми классами, говорит директор школы. Но надеется, и здесь педагоги справятся. Ведь у них есть такой пример. За 10 лет Назарбаев интеллектуальной школе, они стали лидерами и примерами для образца в целом. Ну и, наверное, сегодня уже можно попытаться, чтобы дети других стран приезжали и обучали в стенах Назарбаев интеллектуальных школ. Такой практики у нас вообще-то не было. Наверное, мы будем думать и приглашать их, чтобы они могли учиться за свои деньги, а граждане Казахстана за государственные средства. Петропавловская Назарбаев интеллектуальная школа тоже может принимать учеников из-за рубежа, говорит глава региона. Совместных планов немало. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Об эпидемиологической ситуации рассказали североказахстанские санврачи. Особо опасных инфекций в регионе в прошлом году не регистрировали. А вот ситуация с туберкулезом остается напряженной. Чаще палочкой коха стали заражаться дети. В два раза возросла заболеваемость лиц, которые контактируют с инфицированными. В списке особо опасных рядом с туберкулезом стоит вирусный гепатит А. В прошлом году его подхватили 14 североказахстанцев. Чтобы защитить детей от этого тяжелого заболевания, оказывается, не было вакцины. В прошлом году в течение года несколько раз объявлялся тендер на закупку против гепатита А вакцины. К сожалению, поставщиков не было. И вакцину приобрели только к концу года, в ноябре месяце. И то вакцину приобрели ту, которая начинается с трех лет. Поэтому остались дети двухлетние, которые не привиты. У этой проблемы две стороны. Некоторые родители отказываются от иммунизации своих детей по личным или религиозным причинам. В 2016-м таких было 556 человек, но в 2017-м стало вдвое меньше. По словам Сирикбая Космокасова, взрослые не должны ограничивать детей в их праве на охрану здоровья. Ведь есть такие инфекции, от которых лекарств не существует. Допустим, бешенство. Если не получил человек своевременно после укуса собаки или же ослюнения животными, другими и так далее, прививки профилактические, то он уже не будет защищен. И исход по бешенству – это летальный исход. В прошлом году в ведомстве проводили реорганизацию. И теперь его специалисты будут вести мониторинг не только за заразными болезнями, но и за такими, как ишемическая болезнь в сердце, онкология, сахарный диабет. Здесь проводят контроль и за продуктами питания, которые производят в нашем регионе и завозят из соседних стран. Их качество сейчас не вызывает серьезных опасений. А вот питьевая вода с каждым годом становится хуже. Ухудшается как в бактериологическом отношении, так и физико-химическом составе вода. У нас очень жесткая вода по жесткости. И подземные воды у нас в сухом остатке большое количество железа. Необходимо, чтобы у каждого водоисточника был хозяин, который отвечает за этот водоисточник. К сожалению, у нас еще имеются бесхозные водоисточники. Эти проблемы в основном касаются скважин и колодцев. Меньше всего централизованным водоснабжением в Североказахстанской области обеспечены жители района Шалакына – Таиншинского, Айртаусского и Мамлюцкого. Североказахстанские аграрии готовятся к весеннеполевым работам. Порядка полутора тысяч сельхозтоваропроизводителей на проведение посевной получат бюджетный кредит по программе «Кендала». Ерголик Абдулин выгоду такой господдержки оценил давно. В этом году деньги взял на развитие растеневодства. У него 1290 гектаров, а на животноводство направит собственные средства. Сейчас в его хозяйстве 160 голов буренок чернопестрой породы. «Кендала» – очень удобная программа с республиканского бюджета по 4% годовых. Мы берем ее через сельский кредит товарищества «Естиль», который находится у нас в районном центре Бишкуль. Мы кредит взяли 13 миллионов, планируем их на приобретение семян, ГСМ, запчастей. Мы в этом году полностью проводим сортообновление, частично сортосмену через семеновое хозяйство. Новых семян закупят 150 тонн, а горючего на посевную нужно не меньше 40. В этом году аграрная кредитная корпорация готова профинансировать полторы тысячи североказахстанских сельхозтоваропроизводителей. Из республиканского бюджета нашему региону выделили 60 миллиардов тенге. Этого хватит, чтобы засеять 3 миллиона гектаров земли. Условия финансирования по сравнению с прошлым годом остались прежними. Для прямых заемщиков под гарантию банка второго уровня ставка вознаграждения составляет 2% годовых. При этом конечная ставка с учетом затрат на гарантию банка будет не более 6% годовых. При финансировании агроформирования через сеть кредитных товарищей, также под 2% годовых аграрная кредитная корпорация фондирует кредитное товарищество, и сельхозпроизводитель получает ставку не более 6% годовых. В корпорацию поступили 96 заявок на 16 миллиардов 400 миллионов тенге. Больше половины уже профинансировали. Погасить долги руководители сельхозформирований должны ближе к зиме. Кстати, наши аграрии в числе самых добросовестных плательщиков. Займами прошлых лет рассчитываются вовремя. Расширение микрокредитования – одна из пяти социальных инициатив президента. Благодаря этому в Казахстане сократится число самозанятых и безработных. В ауле Мадениет из сельского района всего 9 жилых домов. Из-за отсутствия работы сельчане стали отсюда уезжать. Но Канаджит Пизбаев нашел другой выход – решил заняться животноводством. По программе продуктивной занятости и массового предпринимательства взял микрокредит. Полтора миллиона тенге и купил шесть коров. Говорит, молочные продукты всегда пользуются спросом. Потому и проблем со сбытом у него нет. Кредит получил я 6% годовых. У меня полтора года каникулы. Для сельскохозяйства, для начинающих в деревне, чтобы открыть свою работу, это, конечно, будет на 6% годовых. В будущем он планирует расширить бизнес, купить еще коров и доильный аппарат. Таких, как Канад, в Исильском районе немало. В прошлом году по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства местным жителям выдали 15 микрокредитов на общую сумму 45 миллионов тенге. Из них 13 на 1, где было приобретено около 200 голов КРС, 100 голов лошадей и где-то около 200 мелких овцы, козы, также мелкая живность птицы, гуси, куры. В этом году жителям Исильского района планируют выдать 21 кредит на 70 миллионов тенге. Но получить их смогут не все. Уже поступило 45 заявок. Выберут самые перспективные. О важности развития предпринимательства на селе говорит президент страны. Для этих целей он поручил дополнительно выделить 20 миллиардов тенге. Таким образом, микрокредиты получат 14 тысяч казахстанцев. В Южной Корее проходят 12-е Паралимпийские игры. Лыжник Александр Калядин впервые в истории завоевал для Казахстана золото. Он лучше всех прошел полтора километра классическим стилем, стоя в спринте. А североказахстанские спортсмены показали себя в биатлоне и лыжных гонках на 20 километров. Александр Герлиц занял шестое и четвертое места соответственно. В военном суде Казахстана курсанту, который убил однокурсника, вынесли приговор. Трагедия произошла в сентябре прошлого года в Петропавловском военном институте. Причиной конфликта стала словесная перепалка в столовой. Но выяснить отношения будущие офицеры решили по неуставным правилам. Триктесова суд приговорил к 11 годам колонии. Отбывать наказание он будет в учреждении максимальной безопасности. В разборках, кстати, участвовали еще трое курсантов. Им назначены условные сроки. 116 случаев гриппа с начала эпидсезона. Это лабораторно подтвержденные факты заболеваний. Показатель невысокий, говорят специалисты. В прошлом году в марте было зарегистрировано 300 человек. Всего с 1 октября в Североказахстанской области зарегистрировано больше 27 тысяч заболеваний ОРВИ. Это на 5% ниже показателей прошлого года. Юные изобретатели из Петропавловска удивили московских робототехников. Амира Мангельды и Расул Сибанов еще ходят в детский сад, но уже участвуют в масштабных конкурсах и фестивалях. В столице России они показали свой проект «Умная дача», где использовали сразу 8 роботов-помощников. Впереди у ребят большой республиканский фестиваль. Он пройдет в конце марта в Караганде. Большая премьера. С 15 марта в казахстанский и российский прокат вышел художественный фильм «Шестой пост». Сюжет основан на реальных событиях – побеге осужденных из тюрьмы в Актау в 2010 году. Рискуя жизнью, их остановили военнослужащие нацгвардии. Картину сняла казахстанская кинокомпания «Синема» совместно с агентством «Хабар». Режиссер-постановщик Сирик Болл Утибергенов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова